При получении карты от работодателя вы просто прикладываете этот диплом, копии нотариально заверенной, и у вас будет карта без привязки к работодателю в таком случае. Я знаю, что с украинскими правами в Польшу можно ездить всего пів року, а далее нужно их изменять на польский. Ну, во-первых, даже если человек не знает вообще об этом правиле, это не освобождает его от ответственности. Если работодатель вам не выплачивает заработную плату, во-первых, необходимо изначально выйти в контакт с самим работодателем. Вы должны быть уверены четко, что вы вообще работали официально. То есть от того, что вы уедете, карта не будет аннулирована. Просто необходимо следить за этой картой, чтобы не пропустить ни писем инспектора, и в дальнейшем, чтобы избежать риска поставления без рассмотрения вашего дела. Когда Уженд получит и зафиксирует, он просто не будет зафиксировать это заявление, он просто не будет принимать во внимание все, что будет писать работодатель. На ци питания и не только. Відповідаемо с проведенным юристом Оленою. Сейчас мы находимся возле дальнейшленского Уженда Воевудского, который занимается рассмотрением и выдачей карт побита непосредственно иностранцам. Он выдает карты побита всех видов, то есть с доступом к рынку труда, без доступа к рынку труда. Сроки рассмотрения и получения карты непосредственно зависят от того, каким способом были поданы документы на получение этой карты. То есть на данный момент есть два способа. Это личная подача в Уженд, но необходимо обязательно заблаговременно записаться по определенному номеру телефона в Уженд на личную подачу. И соответственно необходимо учитывать, вкладываетесь ли вы в свое легальное пребывание на дату подачи документов. Или же второй способ это почта. То есть с момента отправления почтового уведомления, а именно конверта в Уженд, вы считаетесь уже в принципе человеком, который легально находится в Польше, даже если это было сделано на 90-й день пребывания в Польше. В дальнейшем сроки зависят непосредственно от того, какой комплект документа вы отправили и был ли он отправлен правильно. То есть если вы подаетесь от работы, должны быть собраны все документы с работы, должны быть собраны все документы с вашего места проживания. Это любой подтверждающий документ, начиная от мельдунка, заканчивая умовой на ему мешкание на польском языке. Это называется съема жилья. Если это будет подача, допустим, несовершеннолетних деток от родителей, вы тоже должны понимать, что предоставить нужно все документы. То есть документы, которые подтверждают ваше родство, это свидетельство о рождении ребенка. Это обязательно перевод на польский язык, это свидетельство о рождении. В определенных случаях должны быть поданы документы, подтверждающие ваш союз, то есть это свидетельство о браке, а также его перевод. То есть в зависимости от цели пребывания и от того комплекта документов ваши сроки могут сократиться значительно. То есть когда вы отправляете неполный комплект документов, вы должны быть готовы, или же эти документы недостаточно корректно оформлены, то есть у них есть явные ошибки, они недолгосрочные, они так действуют месяц-два, вы должны быть готовы к тому, что вам инспектор напишет письмо и попросит эти документы. С каждым таким письмом автоматическое рассмотрение вашего дела будет продлено. И в дальнейшем, когда у вас уже есть решение, то есть это децидия называется, и она положительная, вы совершаете оплату 50 злотых за то, чтобы вам изготовили пластик непосредственно. По изготовлению пластика вас приглашают в УЖЕН для того, чтобы вы лично его забрали. Момент изготовления пластика может варьироваться от 3 недель до 3 месяцев. Это уже зависит не от самого УЖЕН, да, это зависит больше от той организации, которая печатает данный пластик, она находится в Варшаве и она не подчиняется УЖЕН-дом. Олена, расскажи еще мне вот такой момент с вашей юридической точки зрения. Чи можно выезжать в Украину, не маючи еще карты побитого, а лише очекуя на ней? Хороший вопрос, очень актуальный на сегодняшний день. То есть, когда вы ожидаете карты побитого? Естественно, мы будем отвечать исходя из закона об иностранстве, в котором руководство УЖЕН. Каждый иностранец имеет право во время ожидания карты побитого поехать в страну своего гражданства. То есть, если вы находитесь на территории Польши исключительно на документах, на основании того, что вы ждете карту, у вас уже закончена виза или без виз, вы не имеете права выехать никуда, кроме в страну своего гражданства. Другой момент, что вам будет проблематично вернуться сюда, потому что даже штамп в паспорте о том, что вы ожидаете карты побитого, не дает легального вам основания пересечь границу Польши, и страж граничного вам имеют право отказать пересечение. То есть, на тот момент, когда вы поедете в Украину, без виз у вас уже будет окончен. Если вы не откроете виз, вас просто не впустят в страну. Вот и все. Поэтому, желательно, конечно, когда вы планируете поездку в Украину, у всех бывают форс-мажорные обстоятельства, семейные обстоятельства, планировать это мероприятие, оформлять документы, то есть, получать определенные зазволы, а не ТПУ, а для того, чтобы иметь возможность по приезду в Украину, открыть визу и вернуться по ней, и продолжать ожидать свою карту. То есть, от того, что вы уедете, карта не будет аннулирована. Просто необходимо следить за этой картой, чтобы не пропустить ни писем инспектора, и в дальнейшем, чтобы избежать риска поставления без рассмотрения вашего дела. В данный момент, ввиду последних событий, которые происходят больше, чем полтора года, начались все визы, и карты побыта, они являются продленными. То есть, даже если у человека есть виза, которая закончилась по паспорту в прошлом году, она считается продленной, и даже если данная личность не подает на получение карты, лицо считается легально находящимся на территории Польши. Но это положение не касается безвиза. Многие заблуждаются, думая, что если они приезжают по безвизу, безвиз также будет продлен. Но это совсем не так. Безвиз продлевается только в одном случае. Если человек находился на активном еще безвизе, на момент 14 марта 2020 года, этот безвиз не был окончен. В таком случае безвиз будет продлеваться до окончания всех событий, которые происходят на данный момент в нашем обществе. На самом деле практика показывает обратное. Люди, которые к нам звонят и просто рассказывают свои истории в рамках получения бесплатной консультации. Становится понятно, что люди об этом не знают. Они приезжают, и некоторые сидят здесь 6 месяцев, то есть переехали в этом в 2021 году, и остаются, и думают, что они остаются даже на основании продленного безвиза, на основании того, что они официально работают. Этого им достаточно, в принципе, как они полагают, для того, чтобы находиться. В практике по закону это не так. Да, это далеко не так. То есть это касается только одной категории людей, о которой я сказала ранее. Все остальные люди, которые пересекают по Украине, это не только граждане Украины, это, в принципе, все страны после СНГ, у которых есть безвизовый режим включен, то есть это граждане Грузии, Молдовы. Они очень часто забывают об этом и не занимаются своими документами и остаются здесь. То есть в дальнейшем мы судьбу таких людей не знаем, потому что в показании услуг мы им отказываем. Если вы подаете, я напоминаю, документы после источнения своего легального пребывания, в этом нет никакого смысла, вам будет отказ. То есть мы сразу уведомляем людей об этом, и они как бы говорим, что им надо выехать сейчас, пока их не депортировали в принудительном порядке. Но не всегда эти люди нам сообщают, что было дальше, как они уехали или нет. А теперь давайте делиться власным досвидом и рассказать нам какие-то лайфхаки, что нужно для этих лайфхаков взять из Украины, возможно, какие-то документы, и наиболее распространенные ошибки наших украинцев. Хорошо. Начнем с того, какие документы необходимо взять. Прежде всего, возьмите все документы, которые подтверждают ваше родство в случае, если у вас есть польские корни, и вы еще не получили карту поляка на территории Украины, но вы хотите выехать в Польшу как можно быстрее, и здесь получить уже соответствующую карту, то есть это карта с Талего Попыту. В таком случае вам необходимо взять все оригиналы, всех документов, все свидетельства о рождении, в зависимости от того, кто в вашей семье был поляком. Второе. Если вы едете с семьей, с детками, обязательно нужно взять свидетельство о рождении детей, свое свидетельство о браке с мужем, свидетельство, допустим, решения суда о разводе и другие сопровождающие документы, которые будут вам необходимы. Третье. Если вы планируете обучение в полициальной школе, мы настоятельно рекомендуем сразу взять с собой диплом об окончании средней школы. Этот диплом необходим, его нужно будет перевести, предоставить копию оригинала, нотариально заверенную, то есть чтобы потом не просить родственников, друзей вам пересылать его в Польшу. То есть по максимуму всегда нужно взять все свои оригиналы документов, которые у вас есть на руках. Это значительно упростит вам и ускорит вообще все процессы, которые здесь будут происходить. Второй вопрос касался самых распространенных ошибок на сегодняшний день. Они чаще всего касаются семей, а именно родителей. Родители почему-то забывают, что ребенок с точки зрения любого государства расценивается как отдельная личность, и поэтому его необходимо легализировать аналогично, как легализируют родители. То есть единственная отличительная черта – это то, что ребенок находится на обеспечении родителей, и он может подаваться от одного из родителей. Но документы на выдачу карты по ребенку необходимо так же само, как и по родителям, предоставлять в УЖЕН во время легального нахождения ребенка. То есть если это без виз 90 дней или же до конца срока действия визы. Родители почему-то думают, что если они приехали и легализировали себя, детки легализируются автоматически. Это совершенно не так. И потом бывают ситуации, когда детей даже могут депортировать с территории Польши при выезде, когда они выезжают. Это очень важный момент. То есть не нужно ждать, а нужно это делать все автоматически. Вторая такая вот интересная проблема, точнее, это даже боль может быть некоторых людей, ввиду того, что они не легализировались вовремя, но у них есть здесь муж, жена, полька или поляк. Они думают, что они уже находятся легально на территории Польши. Это, наверное, самая интересная история, которая была у нас. Клиентка обратилась и рассказывала, что она приехала 4 года назад, вышла замуж за поляка. И она находится абсолютно легально на территории Польши уже 4 года, но при этом она ни разу не обратилась в УЖЕН, она даже не поменяла свой паспорт на фамилию, то есть она не съездила в Украину, она ничего не сделала, но она считает, что она легально находится, потому что у нее муж поляк. Мы не знаем ее дальнейшую историю, мы ее, в принципе, предупредили о том, что может произойти, когда она будет все-таки выезжать с территории Польши, и что ей, опять-таки, могут поставить депортацию. Но человек сказал, что он уведомит нас, если будет планировать выезжать. Но, в принципе, она не планирует выезжать. Сказала, она здесь будет жить всю жизнь. Это, наверное, самый такой яркий и запоминающий был случай. И еще один этап, опять-таки, касается деток. То есть мама считала, что если она получила карту побита два года назад, детки автоматически получили ее карту побита. И дети уже два года учатся в школе, но находятся при этом в Польше нелегально. Олена, пока изменяли с вами локацию, у нас надейшло от нашего подписника одно из вопросов еще по карту побиту. Смотрите, человек подала на карту побиту в одном месте, но обязательный был переезжать. И теперь хочет подать на карту побиту, сделать внесок уже в другом военностоке. Можливо? Если вы рассматриваете это с точки зрения задвоения внеска, то нет. По одному иностранцу должен быть одновременно находиться в жизни только один внесок, то есть заявление на выдачу карты. Если у человека складывается ситуация, что он работал на одного работодателя, а работодателя он поменять может до вынесения децидии, в принципе, и потом он может это сделать, без проблем никто не в рабстве здесь, то в данном случае человеку нужно сделать перенос дела с одного воеводства в соответствующего воеводства, в котором он планирует работать и проживать. То есть документы уже подаются по месту своего проживания всегда. Не по месту, где зарегистрирован ваш работодатель как юридическое лицо, а по месту, где вы по факту проживаете. Стоит помнить, что если вы приехали по безвизу, подали заявление на выдачу карты, и вы находитесь на территории Польши исключительно на момент ожидания карты до вынесения децидии, естественно, это вам не даст право подать новый внесок. То есть вам нужно держаться за тот внесок, который вы подали первоначально, переносить его в свой ввод, в свой ввод. Это занимает время определенное, может доходить до трех месяцев, но тем не менее вы будете находиться легально. И потом уже, когда дело примет новое уже, вы уже собираете и доносите все необходимые документы действующего работодателя. То есть, повторяю, задвоение быть не должно, потому что если будет задвоение, появится причина отказать вам в выдаче карты. И работодателя менять можно. То есть вы, если работаете на одного человека, на работодателя, он дал вам документы, вы подали документы на карту, не бойтесь, если не устраивает, можно поменять самое главное, имеется ответствующее разрешение на работу. То есть люди должны понимать, что если вы находитесь на территории Польши, вы являетесь иностранцем для Польши, вы должны всегда получить разрешение на работу. Для украинцев оно двух видов. Это ущвечение, или же, как мы называем, приглашение, или это позволение ТПА, простыми словами, воеводское. Да, воевода это называют, то есть на основании которого открывают визы на год. Только при наличии этих документов люди могут менять работодателя и начинать работать официально на другого. А скачай еще у меня такой момент, а з яким, взагалі, могут быть причины для того, чтобы карту побиту не открыли? Причин много может быть по закону. Самые актуальные, которые бывают, это люди подают во время нелегального своего нахождения в Польше. То есть на 91-й день отправляются. Причем я хочу обратить внимание, что такие документы отправляются, людям даже ставят печати в паспорт, что они ждут карту. То есть это самая последняя стадия, которая происходит в Уженде, проверка. Инспектор делает запрос «Страж Граничный», и только «Страж Граничный» отвечает на такой-то день, на каких основаниях был человек в Польше. И, соответственно, человек может ожидать карту два года и только потом получить отказ на основании нелегального нахождения еще два года назад. Вот что происходит. Просто от того, что люди не знают, не читают и не контролируют этот момент. Это первое. Также можно рассмотреть, это не отказно без рассмотрения дела в целом. И очень часто, когда люди меняют место проживания, не уведомляют у ЖЕНТ об этом. Или же просто уезжают в Украину и ничего не делают. Им приходят письма от инспектора. В письме инспектор указывает, допустим, донести определенные документы в срок до 14 дней. Это по-разному, до 30. А потому что человека нет, или он эти письма не получил, он это не делает и не отправляет письма. И, соответственно, у инспектора появляется основание не рассматривать данное заявление вообще. То есть с момента принятия децизии, я имею в виду отрицательное или же без распознания, если человек находился исключительно по безвизу, в принципе, его легальное нахождение хочет, оно закончено. И нужно только выехать. Выехать, заехать обратно, чтобы появилось легальное нахождение, если он не получил депортацию, конечно, на несколько лет. И уже начинать заново процесс легализации. Также по поводу смены работодателя. Бывает ситуация одна, когда меняется работодатель во время ожидания карты. Но очень часто человек получает карту с привязкой к работодателю и только потом меняет работодателя. То есть он проработал год, захотел поменять. В таком случае ему необходимо обязательно уведомить у Жонт о том, что он поменял работодателя, и в течение 30 дней подать документы на новую карту. Только если он это делает, его предыдущая карта не будет аннулирована. Если человек этого не сделает, считается, что карта может быть аннулирована. То есть карта получается, а люди думают, что они могут работать на всех работодателей, на кого хотят. Но для того, чтобы иметь карту без привязки к работодателю, о которой все мечтают и хотят, кстати, можно обратить на это внимание, необходимо иметь условия для этого. То есть люди всегда звонят и спрашивают, сделайте мне карту. Никто не сделает вам карту, если у вас нет этих документов. То есть необходимо либо окончить учебное заведение в Польше, университет, иметь соответствующий диплом, либо закончить полицеальную школу. На сегодняшний день это самое, наверное, актуальное и простое. То есть как только вы оканчиваете полицеальную школу соответствующую, которая имеет сертификат, выдаёт определённого образца, во-первых, вы освобождены от сдачи экзамена уровня B1 в дальнейшем. Во-вторых, вы освобождены от получения какого-либо разрешения на работу. То есть вы можете работать на работодателя без освещения, без изволения, просто принеся свой диплом. И в дальнейшем при получении карты от работодателя вы просто прикладываете этот диплом в копии нотариально заверенной и у вас будет карта без привязки к работодателю в таком случае. То есть тогда второе условие, это если, точнее, второй момент, который может вам поспособствовать, это если у вас муж или жена полка. То есть они имеют гражданство Польши, в таком случае вы тоже получите карту без привязки к работодателю. Но это особая процедура, то есть там уже она не настолько часто встречается. Мы рассматриваем в большей степени людей, которые приехали первый раз в Польшу, у них никого здесь нет, и они приехали на работу, хотят остаться. Вот это самый актуальный момент, наверное. Или же, если у вас у жены или мужа сталый побыт. То есть если у мужа есть или жены уже корни польские, он на этом основании получил сталый побыт, а он дается навсегда. То есть с возможностью через год уже гражданство получить, все понимают, что этот человек уже свободно пользуется всеми правами гражданства Польши, кроме как правом голосовать. То в таком случае его вторая, супруг или супруга, они получат карту без привязки к работодателю. Во всех остальных случаях это будет только с привязкой к работодателю. И только при соблюдении определенных условий и срока ваша карта не будет аннулирована в случае изменения работодателя. За этим нужно следить. Потому что за тем, как вы поступаете и делаете все по правилам, зависит непосредственно ваше будущее. Я всегда говорю людям, что если вы уже приехали получать вторую карту, нужно всегда делать все по букве закона. Потому что в дальнейшем, когда вы захотите получить, допустим, карту резидента, которая также дает массу преимуществ, у вас будет много проблем, связанных с тем, что в свое время вы чего-то не сделали вовремя. Ну, если узагальнивать по картам побытого, то самый главный аспект, что если у вас что-то изменится, не бояться и не леноваться это доносить в соответствующие установки. Да, и все документы, то есть менять работодателя, нужно собрать их заново и донести в УЖЕНД. Ну, отправить в УЖЕНД. В данном случае донести, это не совсем актуально, потому что УЖЕНД работает в полном закрытом режиме. Но, в принципе, отправить почту вы всегда можете. Это не проблема на сегодняшний день. И все будет хорошо. Олена, давайте еще поговорим трешки про авто. Я знаю, что с украинскими правами Польши можно ездить всего пів року, а далее нужно их изменять на польские. Ну, во-первых, даже если человек не знает вообще об этом правиле, это не освобождает его от ответственности. Это касается не только Польши, это касается Украины. Второй момент. Венская конвенция, подписанная в 1968 году, гласит о том, что все страны, которые к ней присоединились, признают права друг друга. Это действительно так. В нее вошел СССР и в дальнейшем все правоприемники Советского Союза, то есть Украина, Россия и Польша также была присоединена. То есть эти страны признают права друг друга. Но в дальнейшем Польша принимает закон, потому что она стала частью Европейского Союза. Этот закон гласит о том, что все иностранцы, пребывающие на территории Польши, более 185 дней в году обязаны поменять права на права польского образца. Этот закон не говорит о том, что беспрерывно вы должны пребывать. То есть там этого слова нет. И соответственно, будет считаться общее количество дней. Даже если вы выезжали на территорию Украины, пробыли там недели, этот срок не будет возобновляться. Он уже будет считаться вам. Поэтому человек сам, многие люди считают, что они не должны менять. Это уже на свою ответственность. То есть есть ответственность за такое, и я предупреждаю, и в принципе везде написано, что даже страховая, в случае наступления страхового случая, если у вас права неукраинского образца, она может вам отказать в выплате страховой суммы. То есть тут уже вы рискуете сами. По поводу замены, сложности в сроках прежде всего, потому что здесь не Польша сама решает, как быстро вам поменять. Все зависит от консульства вашей страны, как быстро консульство ответит на запрос Польши. Когда вы, по сути, обращаетесь за заменой прав, Польша не может вам их просто так заменить, пока она не сделает соответствующий запрос в Украину, допустим, и Украина не подтвердит, что эти права активны, они не были аннулированы, или, допустим, человек не совершил какое-то действие, что вы лишили прав на три года, как вид административной ответственности, или уголовной. То есть в таком случае вам эти права после получения этого подтверждения Польша выдаст. Но консульство дает наш долгий ответ. И бывает, это доходит до двух-трех месяцев. Ответственный человек ездит в Польшу, все в порядке, у него никто права не забирает, но необходимо будет подождать. Ну, то есть даже планировать это нужно уже за три месяца до того, как термин выйдет. Но все равно в таком случае двоякий момент, потому что по закону 185 дней. Если вы только приехали три месяца назад, тут уже такой фактор играет как больше личностный, то есть от того человека, который будет принимать документы. Желательно, конечно, пробыть полгода, чтобы уже начать этот момент замены. И три месяца ездить аккуратно. Может произойти, если моментами легализации человека занимался сам работодатель. То есть работодатели хотят упростить зачастую жизнь своих сотрудников, легализировать их и, соответственно, подают такие внески в УЖЕНД, но при этом они оформляют доверенность. Они оформляют доверенность и нужно читать, что было написано в этой доверенности, которую подписал человек. То есть, если человек доверяет ему все полномочия, включая аннулирование своего внеска, естественно, работодатель может его аннулировать. В таком случае мы настоятельно рекомендуем отправить документ в УЖЕНД, а именно заявление, отзыв всех предыдущих доверенностей. То есть это выцефание называется в Польше. В таком случае, когда УЖЕНД получит и зафиксирует, он просто не будет зафиксировать это заявление, он просто не будет принимать во внимание все, что будет писать работодатель. И аннулировать он его уже не сможет. Во всех противных случаях, да, если была подписана такая доверенность, и по этой доверенности он мог отзывать, то вполне вероятно, что человек просто рискует уехать в Украину в скором времени. Этим моментом нужно заниматься и контролировать. А еще, я думаю, очень часто до вас вертаются, и до нас очень часто вертаются с таким вопросом, что работодатель не выплачивает мне заработную плату. Что делать, куда вертаться с вашей юридической стороны? Если работодатель вам не выплачивает заработную плату, во-первых, необходимо изначально выйти в контакт с самим работодателем. Вы должны быть уверены четко, что вы вообще работали официально, потому что если вы не работаете официально, вы рискуете нести ответственность за это. И вплоть до того, что вас могут даже депортировать. Депортация. Да. Поэтому здесь вы должны быть уверены в своих правах. То есть вы должны ознакомиться с тем договором трудоустройства, который вы подписали, а именно какие сроки выплаты заработной платы были указаны, в этом договоре. И если уже все было официально, у вас был ЗУЗ, вы уверены, что вы работали, официально у вас было ошибечение или зазволение, и в договоре прописана дата, которая уже давно-давно прошла, в таком случае вы можете обратиться, например, в инспекцию труда и сообщить им о таком факте правонарушения в вашу сторону. И, соответственно, такой работодатель будет нести ответственность, причем он выплатит немаленький штраф, ну и вам зарплату выплатят потом. Я знаю, что работодавцы в Польше очень боятся всю инспекцию. Да, потому что она полномоченна проверять и своевременность выплаты, и полностью, чтобы все сотрудники, которые работают по факту, они были трудоустроены. А также эта инспекция проверяет, работают ли они на тех условиях, которые были прописаны в соответствующих разрешениях. То есть, если человек получил ошибечение, где указано, что он может работать 80 часов, то это считается 1-2 рабочего времени по месяцу. В таком случае он не может получать зарплату более чем за 80 часов. Его не могут привлечь к труду более чем на 80 часов в месяц. Он должен работать, уже неполный рабочий день выходит. Это же касается и условий, которые указаны в зазволении. Вот, в принципе, это основные моменты. Если на данный момент вы находитесь на территории Польши исключительно на основании ожидания карты побыта, других у вас легальных оснований нет, то есть у вас закончился давным-давно без виз, у вас нету визы уже активной, то вы не можете поехать никуда. То есть по закону об иностранцах вы легально находитесь исключительно на территории Польши. Это ожидание не относится к другим странам Европейского Союза. И единственное, куда вы можете уехать, это в страну своего гражданства. Здесь на родину вам никто не запретит поехать. И даже если вы выйдете, допустим, на недельку, на две, там, откройте визу, вернетесь, ваша карта будет продолжать рассматриваться. В этом нет проблемы абсолютно. Но не в Германии, потому что вы рискуете, несмотря на то, что внутренних границ в Евросоюзе не существует, то есть вам не будут ставить печать въезда, выезда с Польши, потому что это все Евросоюз. Но, тем не менее, если будет проверка, а такая проверка может быть, и откроют ваш паспорт, это увидят, вам сразу же вас депортируют. Пані Олена, расскажите мне трешки про специфику своей работы, чем вы занимаетесь, какие послуги надаете, и за какими послугами найчастіше звертаються наші украинці. Наша фірма занимается легалізацией іностранців Польши. То есть мы работаем не только с гражданами Украины, а также с Россией, с Беларусью, с Грузией, с Южной Корею, потому что на всех іностранців на территорії Польши распространяється один закон об іностранцах. И, соответственно, люди приїжджають, просто у всех разные основания для того, чтобы пересечь границу и приехать в Польшу. И, соответственно, мы уже, исходя из того, какой вид работы и какой вопрос у человека, мы ему помогаем. Занимаемся мы, в принципе, всеми вопросами, которые касаются легалізации. То есть мы легалізируем на абсолютно всех условиях. То есть если человек учится, это будет цель пребывания обучения в университете или в полициальной школе. Если человек работает, это будет пребывание на основании работы. Если человек приехал как муж-жена со своим супругом, супругой, то, соответственно, можно легалізировать на основании этого, как бы, соединения семьи. Всегда индивидуально подходим к каждому клиенту. Кто-то приезжает, хочет получить сталый повод по польским корням. У кого-то есть уже карта поляка получена. Кто-то уже дошел до стадии получения гражданства Польши. Непосредственно проверяем все документы. Человеку советуем лучший выход из ситуации. И очень часто помогаем людям, которые уже поданы на карту. Даже год прошел, полтора. То есть ведем их дело от того момента, на котором он остановился, грубо говоря. Тут в зависимости от того, какой вопрос будет у человека. Помимо этого, дополнительные услуги предоставляем. Получение АПС или помогаем. Мельдунка. То есть мы с вами уже говорили о том, что у многих есть барьер языковой. Или же просто боязнь таких организаций. Мы при наличии доверенности можем сделать без присутствия человека эти все документы, когда получаем такую доверенность. Помогаем в постановлении, точнее в регистрации транспортных средств, в случае, если была осуществлена покупка автомобиля на территории Польши. То есть в принципе заменой водительских прав также занимаемся. Все сопутствующие услуги, которые и вопросы, которые могут возникнуть у любого человека, которые пребывают и планируют проживать на территории Польши, мы их помогаем решать. Вот так вот. Паня Олена, я вам дякую за такую сместованную хорошую разговор сьогоднейшую. Я розумію, что все эти моменты это лишь маленькая частина той информации, которую вы знаете. Скажите, если у наших подписчиков будут еще вопросы, можно ли вы обратиться особо за безкоштовной консультацией? Конечно. Мы предоставляем бесплатные консультации по телефону. Или же, если люди находятся непосредственно во Вроцлаве, они приходят к нам в офис, предоставляют документы, мы их консультируем максимально полно. И это бесплатно все производится. То есть вы можете позвонить по номеру телефона, который будет указан ниже, связаться с менеджерами или непосредственно со мной. И мы вас проконсультируем и ответим на тот вопрос, который непосредственно у вас. Друзья, если вы хотите получить качественную, профессионную, безкоштовную, юридичную консультацию, обратитесь за номером телефону, который вы сейчас видите на экране, и паня Олена вам в этом поможет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...